Ну вот и пришло время программы час Ивана Денисова здравствуйте Иван здравствуйте Сергей здравствуйте уважаемые слушатели ну начнем наверное мы с того что происходит в конгрессе не только в конгрессе тут и медиа подключилась я имею ввиду охоту на генерального прокурора Соединенных Штатов Америки Уильяма Бара совершенно верно за Баром мы следим достаточно постоянно в хорошем смысле слова так как сегодня к смыслу разных слов мы еще вернемся и да начнем с этого но в качестве такого пролога я бы еще все-таки прокомментировал два момента во-первых что все мы в эти дни конечно же смотрим за тем что происходит в Израиле и не просто смотрим просто так а я думаю все мы израильтяне в эти дни и конечно же желаем Израилю выстоять тем более что враги не только террористы пускающие ракеты а еще и представители средств массовой информации политики шоу-бизнеса чего угодно и я уверен конечно же что Израиль снова справится но надо всех врагов стран помнить и в шоу-бизнесе вроде Роджера Уотерса и в спорте вроде Салаха и в палате представителей и Амары Тлаипа и то мерзкую публику что опубликовало соответствующие карикатуры в Нью-Йорк Таймс забывать об этом нельзя и всех кто периодически дает ложную информацию и крикливые опять же не соответствующие истине заголовки о происходящем в Израиле Так что всем нашим израильским слушателям я желаю пережить это потому что повторяю они справятся а враги их еще я уверен пожалеют не раз о содеянном И обращаясь к Соединенным Штатам тоже короткое замечание Марк Морган вы знаете возглавил терроризируемый тоже левыми службу АИС занимающийся пограничными вопросами это скорее возглавил его назначил Трамп Пока это момент положительный потому что Морган с его опытом работы в ФБР и в пограничном патруле который он тоже возглавлял в последнее время известен как эксперт по вопросам эмиграции и сторонник жесткой линии и сторонник президента Поэтому я надеюсь что и на своем посту он покажет себя с лучшей стороны доверие президента оправдает все шансы на то у него есть Ну и теперь да к Барру благодарю Полину Волкову за помощь в подготовке выпуска и прошлая неделя показала что ну конечно же хорошо когда есть и привлекаются так скажем представители консервативного движения но очень часто кстати оказываются и люди которые да с консервативным движением связаны но у которых имеется довольно таки богатый опыт Сотрудничество вот с этим самым хоть мы его и критикуем истеблишментом и правильно делаем что критикуем и знают как с ним общаться как себя вести потому что генпрокурор сэшнс я его полагаю человеком достойным и представляющим консервативным представлявшим консервативные движения в общем и целом достойно но увы он все таки особенности борьбы с демократами с пресловутым болотом и так далее оказался в них не очень умен ну даже нет умен не то слово недостаточно смел и пуристом в общем и целом он был часто избегал чрезмерных конфронтаций бар мы видим с его-то огромным про опытом и к чему я тоже буду возвращаться не раз работой в спецслужбах и в министерстве юстиции где угодно он знает всю эту публику и знает как себя вести поэтому его показания слушание по его делу по всему этому рапорту мюллера и его оценки в ка в юридическом комитете сената они конечно показали бар с наилучшей стороны его выступление уже разошлось на мемы то как он ставил на место демократов указываемые на свои обязанности на то что они должны помнить о своих обязанностях же бар отказался идти в палату представителей и сделал совершенно поступил совершенно верно как я считаю так как но это привело бы просто к нападкам на него бессмысленным и зачем ему подставляться но зато мы увидели очередные идиотские мероприятия со стороны действия со стороны демократов вроде поедания курицы что это вообще было ну кроме повторюсь демонстрации идиотизма мне сказать сложно но разумеется сейчас бар объект даже больше ненависти чем президент потому что он повторил можно сказать то что сделал трамп трамп выиграл выборы и вверг демократов и всю их весь их комплекс в средствах массовой информации в шоу-бизнесе и в академической среде да и в бюрократии тоже в истерику так как они до сих пор не могут успокоиться а бар отобрал у них последнюю можно сказать надежду а именно пресловутый доклад мюллера продемонстрировав всем что и объявив открытым текстом что вся эта история это преследование не невинного человека то есть президента конечно же простить ему такого демократы не могут ни в коем случае и разумеется они преследуют его за то что и доклад представлен не так и какие-то страницы не те и что он чуть ли не соврал и теперь уже ему выносится порицание за то что за презрение конгрессу за то что он не явился на те самые слушания но в общем бар совершил кажется невозможно а именно он сейчас более ненавидимы и левыми и либералами чем трамп да бывает и такое при этом то что к бару по большому счету претензий быть не может если рассматривать ситуацию со стороны но я может не совсем со стороны мои-то консервативные симпатии понятны но тем не менее когда президент и его окружение есть за что критиковать вы знаете и это дело тем не менее я в действиях баррера не то что не вижу ничего предосудительного напротив он в ряде случаев как раз шел навстречу демократам не отдавая им так сказать пользуясь военной терминологии лишнюю территорию но тем не менее лишая их всех козырей всех возможностей себя атаковать хотя конечно их это не останавливает самое главное здесь я ссылаюсь на статью кеннета стара появившуюся еще в марте кеннет стар напомню прекрасно знает как работает институт спецследователей взаимодействия спецследователя с генпрокурором так вот стар пишет что по идее он это писал еще до опубликования доклада прокурор вообще я про это рассказывал но быстро повторяюсь прокурор генеральный вообще может этот самый доклад не публиковать у него согласно системе взаимодействия спецследователя генпрокурора есть на это право он может получить доклад и дальше абсолютно делать с ним все что угодно но ему надо просто представить в конгрессе подробное объяснение своих действий если вдруг он решает что доклад по той или иной причине не может быть опубликован все что барр же представил свое краткое содержание потом опубликовал сам доклад и хотя да там есть конечно же какие-то редакционные сокращения но подобные документы они никогда не могут выходить без сокращений вообще даже если вы посмотрите на периодически рассекречиваемые документы разведсообщества давности пятидесятилетний шестидесятилетний и какой угодно то по сию пору они выходят с очень большим количеством помарок того что заблокировано того что нельзя читать даже сейчас здесь же мы говорим с вами о докладе связанном с событиями годовой годовой полугодовой ну в общем совсем недавним и разумеется любые действия генпрокурора потому чтобы скрыть какую-то информацию важную для дальнейшего следствия еще для чего-то для каких-то разведывательных моментов все это вполне оправданно и прокурор имел на это право поэтому как заметил тед круз когда демократы на тех самых слушаниях требуют от барра публикацию 19 страниц а он в ответ публикует 400 страниц самого доклада то какие-то претензии к нему но они мягко говоря не оправданы но я напомню что и сенаторов айнстайна и блю менталя по ходу этих слушаний бар ставил на место но теперь появилась у демократов другая забава это обвинять барр в том что он якобы соврал и неправильно отозвался на вопросы краиста и ван холлина по поводу письма которые ему отправил мюллер где мюллер высказывал неудовольствие даже не столько самим самими действиями прокурора сколько тем как они были освещены в средствах массовой информации здесь что важно заметить во первых хоть и назвал письмо мюллер это письмо не мюллеры это письмо как кого-то из его команды а команда мы знаем как там преимущественно демократы собраны и мюллер который хорошо знает барра если у него какие-то претензии то он вполне может их озвучить напрямую так как они находятся в постоянном контакте и соответственно в интернете сейчас уже огромное количество филологических юридических каких угодно разборов беседы и ответов барра и да разумеется демократы будут находить способы цепляться к чему угодно но все эти истерики пелоси и же с ней что барр соврал они по большому счету не имеют под собой почвы конечно же если какой-то уж совсем изуверский адвокат соберет команду филологов и будет каждое слово рассматривать под микроскопом может быть но так для для меня скажем особенно показательный его диалог с крайстом который говорил о том что существуют в оригинале репорт какие-то там сведения о том что кто-то недоволен действиями барра знает ли барр почему они недовольны барр отвечает нет ну наверное они считают что надо было там подробно больше опубликовать крайст не спрашивает про какое-то письмо крайст не спрашивает про какие-то определенные существующие документы репорт это может быть абсолютно все что угодно и на тот момент это скорее всего и я бы на месте барра наверное так бы отреагировал речь шла о том как это освещается в средствах массовой информации и что я считаю средства массовой информации конечно же барр не может знать поэтому претензии к тому что якобы он солгал но я развожу руками я не вижу здесь абсолютно ничего предусудительного тем не менее конечно же и к глубочайшему сожалению нападки на генпрокурор продолжится потому что сейчас он представляет действительно серьезную опасность потому что прокурор объявил что и но мы об этом тоже уже говорили что его очень интересует как собственно говоря это самое следствие против трампа велось и почему против невинного человека шпионили и когда стали придираться почему барр использует слово шпионе до спая в оригинале то он напомнил что в отличие от большинства присутствующих у него как раз опыт работы в разведсообществе есть и он прекрасно знает и положительные отрицательные ассоциации которые слово вызывает и уж кому кому ему это слово использовать можно и действительно если генпрокурор удастся провести это расследование то там много кто может пострадать в том числе и самых высокопоставленных персонажей тем более мы уже видим что всплывают новые детали осведомителей еще какая-то некая мисс турк всплыла которая задействована вот в той истории с попадополосом а я чуть отклонившись от темы бара еще похвалюсь что мы я сейчас не помню когда давно на самом деле делали передачу где обсуждали такого человека как джозеф миссуд но это помните тот с кем кто якобы пытался устроить контакт установить контакты попадополоса с российской разведкой так вот и тогда мы обращали внимание на то что у миссуда для человека который связан с российской разведкой как позиционировалась по ходу антитрамповского следствия у него уж очень подозрительные связи с политиками довольно высокопоставленными например в италии в британии и кстати говоря с фбр и вот конгрессмен нунес как раз конце прошлой недели отправил письма всем представителям главам разведсообщества с вопросами о том что собственно говоря вообще происходит и как так вышло что человек который позиционируется как представитель российской разведки имеет такие связи в политических разведкругах запада но я к сожалению сомневаюсь что нунес нас слушал но с другой стороны согласись приятно что наша озабоченность тем не менее получила вот такое продолжение ну а возвращаясь точнее даже даже заканчивая историю с барром конечно же демократы будут к нему придираться и дальше хотя на ходу отмечу что говорить им уж о политизации барра который ничего в общем то не сделал вне рамок своей компетенции как-то не следует у них напоминаю был холдер который организовал схему по которой деньги полученные из исков за дискриминацию и так далее вкачивались в разнообразные левые организации холдер который прикрыл следствие по делу новых черных пантер и запугивание избирателей и линч которая тормозила практически затормозила расследование по делу хилари клинтон и которые всерьез рассматривала возможность преследовать всех скептиков следовать судебном порядке по вопросам глобального потепления так что им указывать на то что бар якобы политизированный и что он работает на трампа после холдера который себя называл там чуть ли не мальчиком на побегушках у обама этим гордился то не следует им этого делать но конечно это все для них ничего не значит и травля бар продолжится я же в завершении этого сегмента могу сказать только одно что я очень надеюсь что бар выстоит и разберется насколько это конечно же возможно в происходящем и что администрация президент и консервативные сми будут бар отстаивать до последнего потому что он того заслуживает тем более что повторяю мое уважение к спецслужбам тут тоже на самом деле оправданно бар представитель разведсообщества не забывайте и у него какой-то предвзятости быть не может поэтому ему я желаю только удачи ну и здесь наверное умолкну если сергей что-то добавит с удовольствием передам ему слово я прежде всего напомню телефон студии 847 400 5200 и вот еще что и 6 по моему да правило есть такое которое приравнено к закону которое запрещает ну с некоторых пор введенное в обиход в силу как раз после того как был независимый прокурор по делу watergate так вот это правило запрещает генеральному прокурору передавать передавать огласки материала большого жюри именно этого требует от него демократы в юридическом комитете конгресса то есть по сути дела они его пытаются заставить нарушить закон эти материалы могут быть обнародованы только по решению суда демократы ну я не знаю в суд они не обращались но тем не менее хотят обвинить генерального прокурора в неуважении конгрессу мало того некоторые из них особо одаренные угрожают тем что чуть ли не арестуют не посадят в кутузку бара и вот я с некоторыми своими знакомыми здесь в социальных сетях веду дискуссию я пытаюсь объяснить что за все этой возней стоит нежелание докопаться до истины стоит натуральная паника демократов по поводу расследования которых упомянул бар уже несколько раз и они боятся они реально боятся потому что если расследование будет идти до конца то выяснится что президент соединенных штатов по сути дела принимал участие в заговоре против сначала кандидата в президент а потом и против президента соединенных штатов то есть президент который был администрация которая была до президента трампа потому что не может такого быть чтобы в отношении кандидата в президент было начато какое-то расследование без ведома действующего президента уж слишком слишком большая фигура так вот за всем этим по моему стоит не просто как мои некоторые знакомые пытаются меня убедить в том что это просто чисто противостояние с одной стороны законодательная власть другой стороны исполнительная власть и вот типа меряются у кого больше как вы думаете все таки основная причина вот такого противостояния действительно это противостояние между законодательной исполнительной властью или за этим стоит нечто другое нет перед нами действительно по крайней мере на данный момент все указывает на то что это масштабный заговор бюрократии и политизированных спецслужб с целью сохранить власти нужных им людей в нашем случае это хиллари клинтон и это действительно и этого слова избегала и но на данный момент все это указывает на попытку государственного переворота интересно еще на выступая по моему в лас-вегасе хиллари клинтон опять заявила о том что по сути дела у нее выбора украли демократ не умеют проигрывать и уж сколько раз но при этом опять пелоси завела шарманку что если трамп проиграет то он не уйдет демократы бились в истерике не только бились в истерике еще били витрины устраивали акты вандализма мы все это помним но опять у нас во всем виноваты республиканцы и нас опять пугают страшными правами хотя на данный момент самая серьезная угроза это исламисты антифа давайте попробуем принять звонки ответить на вопросы добрый день пожалуйста в эфире алё да пожалуйста здравствуйте вы знаете я тоже хотел продолжила продолжить эту тему но только не в другом ракурсе то что вот делает демократии на мой взгляд имеет как бы корни того времени когда они устроили вот эту вот импичмент никсону то есть совершенно то та же самая схема используется сейчас на мой взгляд то есть у них никсон на первую свою каденцию так сказать он делал очень многое то что в общем то хотели и демократы тоже вынужден был делать а во второй когда когда его выбрали он собирался он четко объявил что у него идеологически совершенно другие задачи и они естественно пытались его импичит и каким образом там тоже и в биай высший высший чин так называемая глубокая глотка стояла за всеми этими утечками информации потому что это не расследование этих двух журналистов было это им приписали на самом деле их снабжал всеми этим материалами вот этот вот глубокая глотка так называемая из fbi то же самое они применяют и сейчас то есть они понимают что политически они не могут выиграть то есть они не могут выиграть выборы потому что трамп настолько сильный и вообще республиканской партии у нее есть идеи и они действительно работают на то чтобы в принципе эта страна была великой и она все таки как бы шла по курсу отцов-основателей а у демократов совсем другая задача создать тоталитарную систему и вот они применяют вот это вот эту схему и применили ее в этот раз абсолютно точно так же поэтому они ведут так себя как будто слетели с катушек и у них вообще нет соображения на самом деле это продуманная тактика которая не считает единственное может привести их к к результату которого они добились никсон спасибо большое за ваш ответ спасибо но я с вами полностью согласен просто вот эргейт я хотел оставить для отдельного выпуска как я говорю давайте мы наверное так и сделаем по вот эргейту провести аналогии там но их действительно очень их действительно очень много вы совершенно правы но к этому мы еще вернемся еще один звонок примем прежде чем уйдем на перерыв добрый день пожалуйста в эфире добрый день у меня очень короткий вопрос иван слышал ли он что сейчас какая-то отставник из военно-морских сил сардинка какая-то призвал к тому чтобы вообще россиян лишить всяких виз в америку вот это вообще так правда не знаю статус этого отставника но вот он так сказать хочет организовать это что это за бред да спасибо за вопрос я ничего не слышал про это но я бы советовал к этому относиться конечно спокойно америка чем хороша иногда правда это про это слишком далеко заходит но каждый может высказать свою идею к сожалению есть люди к чьи идеи оказываются опасными но как бы то ни было вот этот тот случай когда все таки думаю что это какой-то эпизод и к нему не стоит серьезно относиться давайте мы наверное сделаем небольшой перерыв после чего вернемся и обязательно продолжим а